Счет 7-3 в пользу наших бойцов. Российские самбисты одолели сборную мира в Сочи. В городе состоится международный студенческий турнир по футболу. Его назовут на встречу чемпионату мира 2018 года. Кандидаты на кресло депутата ЗСК получили бесплатное эфирное время. Сегодня прошла обязательная предвыборная жеребьевка. Более 270 наказов сочинцев планируют выполнить в Хосте. И это до конца августа. Более половины уже сделано. Граждане России, проживающие в Абхазии, получат страховые полисы. Это позволит им обращаться за медпомощью в любые больницы и поликлиники нашей страны. Такое соглашение было подписано в присутствии российского президента и главы Абхазии. Накануне Владимир Путин отправился на переговоры в Питсунду. В состав делегации вошел и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондрази. Впрочем, еще до подписания документа с 2008 года кубанские врачи консультировали пациентов из Абхазии и оказывали всю необходимую помощь в стационаре. С начала 2017-го за медпомощью в Сочи обратились около полутора тысяч пациентов из Абхазии. В их числе более двухсот детей. В соответствии с страховкой в ОМС вы сможете получать специализированную помощь и высокотехнологичную помощь. И прежде всего в Краснодарском крае, потому что это ближе и комфортнее, но и в других клиниках Российской Федерации. В свою очередь, как отметил Вениамин Кондрази, Краснодарский край полностью готов принимать пациентов из соседней республики. Для этого только в Сочи есть восемь взрослых и шесть детских поликлиник. Кроме того, доступны по страховым полисам будут и краевые больницы в Краснодаре. Счет 7-3 в пользу наших бойцов. Российские самбисты одолели сборную мира на восьмом международном турнире. Платформа С-70. Состязание прошло в Сочи. Почетными гостями вечера стали президент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, глава Абхазии Рауль Хаджимба и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В рамках турнира состоялось 10 поединков. Главным событием стала битва бразильца Луиса Сержио Мелло Джуниора и пятикратного чемпиона мира россиянина Вячеслава Василевского. Наш самбист одолел иностранца и заработал пятую победу в сочинских турнирах. Триумфаторов их соперников на ринге поздравил президент России Владимир Путин. Мы сегодня увидели здесь крутых парней. Они показали нам все, чем ценятся боевые искусства. Разнообразную ударную технику, замечательную борьбу в партере, блестящие броски. Но самое главное, что они нам показали, они продемонстрировали мужество, характер, дерзость. Спасибо им большое. Давайте их еще раз поприветствуем. Добавлю, что в этом году международный турнир посвятили героической истории России. От ледового побоища и монголо-татарского нашествия до Великой Отечественной войны и операции в Сирии. Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин посетит Россию с рабочим визитом. Планируется, что 23 августа госсекретарь Ватикана встретится в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. К другим новостям. В Сочи состоится международный студенческий турнир по футболу на встречу Чемпионату мира 2018 года. Об этом заявил президент Национальной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов. Соревнования пройдут на курорте с 15 по 21 октября во время Всемирного фестиваля молодежи. Это будет первый межконтинентальный студенческий турнир. Он состоится в формате 11 на 11. Все игры будут проходить на территории Олимпийского парка. В фестивале молодежи примут участие 20 тысяч человек из 150 стран. От каждой страны отберут по одному лучшему футболисту и сформируют из них 8 команд. Но формат турнира может измениться в зависимости от желающих участвовать. Возможно, будут и сборные стран. Такая точно будет у России. И тренировать ее будет Андрей Кончельскис. Одновременно будет идти еще параллельный мини-турнир в формате 5 на 5. Капитанами этих команд будут игроки из основного состава, сообщает портал Welcome 2018. Кандидаты на кресло депутата ЗСК получили бесплатное эфирное время. Сегодня прошла обязательная предвыборная жеребьевка. На избирательную комиссию города Сочи возложены полномочия окружных избирательных комиссий морского номер 33, сочинского номер 34, курортного номер 35, одномандатных избирательных округов. Всего в краевых списках по трем избирательным округам 13 зарегистрированных кандидатов. На жеребьевке присутствовали 6 выдвиженцев. За отсутствующих конверт с эфирным временем открывал член избирательной комиссии с правом решающего голоса Сергей Ивановский. Вести агитацию в средствах массовой информации кандидаты начнут с 14 августа. Графики выхода роликов в эфир на канале ФКТ будут опубликованы в газете «Новости Сочи» и размещены на сайте избирательной комиссии Сочи. Эфирное время для агитации предоставляется по будням. Каждый день три минуты для кандидата и четыре минуты на партию. Всем в равных объемах предоставляется эфирное время. Избирательным объединением одна треть от общего эфирного времени, выделенного из компании ФКТ. Кандидаты две трети получают эфирного времени. В рабочие дни, в удобное для избирателя время просмотр будет осуществляться и в утренние часы, и в вечерние часы. Использовать это время кандидаты могут для проведения дебатов или личных выступлений. Агитация на канале ФКТ завершится в ночь на 9 сентября. Суббота 9 сентября станет днем тишины. Выборы же, напомню, состоятся в воскресенье 10 сентября. Власти Сочи заявили о максимальной стопроцентной загрузке курорта до ноября включительно. Об этом сообщает Интерфакс. Заместитель мэра Сочи Олег Ясюк отметил, что в мае на 100% были проданы средства размещения до сентября. Сегодня до ноября включительно. Сейчас полностью заполнены все средства размещения, как по территории всего Большого Сочи, так и в горах Красной Поляны, подчеркнул вице-мэр. По его словам, на стабильность спроса отдыха в Сочи влияет цена, которая не изменилась с прошлого года, комфортность пребывания, погода и событийные мероприятия. По словам Ясюка, хорошая погода в Сочи сохранится до ноября. На курортах Красной Поляны в этом году бум. Они привлекают туристов также низкими ценами. К тому же рядом нацпарк, заповедник, разнообразные объекты показа и достопримечательность. Есть даже свой пляж и бесплатный трансфер к нему. Сегодня в Сочи 1987 классифицированных гостиниц. При этом рабочие группы продолжают выявлять места размещения, которые не имеют классификации. Так, в этом летнем сезоне выявлено 200 таких объектов. Кроме того, работают и налоговые инспекторы, которые выявили и поставили на учет 47 нелегальных мини-гостиниц. Первый заместитель главы города Мугдин Чермит заслушал отчеты сотрудников городской районной администрации по выполнению малых дел. Руководители отрасли отчитались о том, как на сегодняшний день идет исполнение поручений. Как пример, отрасль образования. Из 102 поручений 79 находятся в стадии исполнения. Управление культуры отчиталось о выполнении 29 наказов из 65. Первый заместитель главы города Мугдин Чермит требует, чтобы просьбы, с которыми жители Сочи обращаются к властям, выполнялись в срок. Одна из наиболее частых проблем – ремонт дорог. В Хостинском районе сейчас обновляют дорожное покрытие сразу на нескольких улицах. До 15 августа завершится ремонт Новороссийского шоссе. Жители этому рады, но просят предусмотреть и уличное освещение. Эту заявку выполнят, но уже не в рамках этого ремонта. Предусмотреть освещение улицы Новороссийское шоссе на следующий год для включения в бюджетное финансирование. Более 270 наказов сочинцев планируют исполнить в Хосте. И это до конца августа. Более половины так называемых «малых дел» местными властями уже выполнено. Какие застарелые вопросы решены в районе, расскажет Ольга Десятого. Дела большие и малые. Каждая проблема жителей Хостинского района на контроле местной администрации. Одна из них – это недостаточное количество детских и спортивных площадок. И проблема эта решается. Вот, например, абсолютно новая площадка в селе Барановка. Ее установили благодаря помощи сочинских единороссов. А вот эта площадка в районе «Малого охуна» ждет своей очереди. Совсем скоро ее начнут ремонтировать. Большому микрорайону такое место отдыха для детей просто необходимо, говорят общественники. Выигранное нами за первое место по Хостинскому району, второе по городу ТОС. В качестве премии мы от краевого от края получили 300 тысяч. Эти средства мы хотим уложить тоже в спортивную детскую площадку на микрорайоне. Еще одну спортивную площадку отремонтировали на улице Звездная. Здесь установили новое ограждение, поменяли спортинвентарь, футбольные ворота и баскетбольные щиты. Ну а саму улицу Звездная просто не узнать. По поручению главы города Анатолия Пахомова в этом году акцент в дорожном ремонте сделан именно на периферийные трассы. Машины здесь теперь передвигаются по свежему гладкому полотну. Два километра абсолютно новой дороги. Ничем не хуже, чем в центре курорта. Уже 8 лет живем. Дорога была вообще ужасная. Сейчас, конечно, кайф. Ездишь и балдеешь. Очень хорошо сделали. Мы об этом давно мечтали. Впрочем, отремонтировали не только саму дорогу, но и попутно вот эту разбитую площадку возле дома. Кстати, сам дом тоже ждет косметический ремонт. По просьбе жителей планируется освежить фасад и кровлю. Работы уже начались. И наведение порядка по обрезке, по сухостоям и так далее. Подобные мероприятия здесь ведутся уже на протяжении месяца. В ближайшее время начнутся работы по примыкающей улице Гвоздик. Тоже выполнение работ в течение этого месяца. Вот такие вот масштабные работы на Сахозе Приморском выполняются в настоящее время, которых не выполнялось уже очень давно. Ну а ремонт дорог в Хостинском районе – это вообще отдельная тема. В списке десятки улиц. Вот, например, дорога на Большой Ахун. Солидный участок уже отремонтирован. В своей очереди ждет вот эта площадка. Конечная остановка общественного транспорта. Ямы и ухабы останутся в прошлом. А это Новороссийское шоссе. Таким его местные жители уж точно не помнят. Шоссе может стать еще одной объездной по дороге в Адлер. 4200 метров погонных Новороссийского шоссе уже выполнено. На следующий год планируется выполнение работ по устройству наружного освещения данной улицы. Это достаточно дорогостоящие мероприятия. Требует технологического подключения к электрическим сетям, проектирования и так далее. Это будет в плане следующего года. Ну а ближайшие планы – завершить порядка сотни из 275 запланированных по хосте наказов от местных жителей. И судя по темпам, они будут обязательно выполнены качественно и в срок. В Сочи демонтируют рекламу, которая работает незаконно. С начала года на курорте срезали более 800 самовольно установленных рекламных конструкций. Уведомления, предписания, протоколы – все эти документы. Местные предприниматели получают ежедневно. К нарушителям федерального закона о рекламе сегодня отправили специалисты Департамента архитектуры и оформление дизайна городской среды администрации, но не одни, а с сотрудниками полиции. В связи с изменением закона о рекламе ужесточено наказание. Штраф – миллион. Реклама в городе разная. От объявления о продаже квартир на балконах многоэтажек до вот таких билбордов. Собственникам этого разбирательства в суде шли два с половиной года. Но буквально пару дней назад незаконно работающий двигатель торговли все же демонтировали. Сегодня в черном списке комитета по наружной рекламе города Сочи десятки счетов, указателей, растяжек и баннеров. Сразу две самовольно установленные рекламные конструкции обнаружены в кафе «Агава». Уведомление о предписании на демонтаж рекламы руководство получило несколько месяцев назад, а воссы ныне там. Жгучая бразильянка по-прежнему приглашает гостей на жаркие вечеринки. Сегодня в увеселительное заведение на набережной наведались сотрудники администрации и полицейские, специалисты отдела исполнения административного законодательства. Предпринимателям напомнили, что штраф за нарушение закона о рекламе – миллион, ни много, ни мало. Вам давался срок месяц. В течение трех дней вы должны были демонтировать саму рекламу, саму информацию с рекламной конструкцией, чего до сих пор и не произошло. Мы написали письмо сотрудникам ОВД ОИАС с просьбой привлечь вас к административной ответственности в соответствии с КОАП РЭП, статья 1437. Подобные дела сразу передаются в арбитражный суд. В данном случае бизнесмены на требование демонтировать самовольно установленную рекламу отреагировали незамедлительно и приступили к демонтажу. В целом же предпринимателям напоминают, на размещение рекламы должно быть разрешение, а сам объект должен быть включен в схему размещения рекламных конструкций города, где будет указано ее точное место и характеристики. В ближайшее время схема будет готова, и на ее основании уже в начале 2018 года администрация начнет проводить торги на размещение наружной рекламы. Большая часть конструкций, больших конструкций, будет уменьшена. Часть конструкций будет усовершенствована. Появятся такие конструкции, как медиафасады, медиаэкраны, которые будут в современном стиле дополнять всю нашу архитектуру города. Не мешать, а именно дополнять. Откажется город и от рекламы на фасадах. Продлевать договоры на такой вид рекламы уже не будут. Реклама в городе должна быть, но выглядеть должна грамотно, отмечают в мэрии. А не закламлять улицы курорта, как это происходит сегодня. За законным разрешением предпринимателей, желающих обозначить свой бизнес в городе, приглашают в администрацию, а именно в комитет по наружной рекламе. Мы выписываем такие разрешения для частных предпринимателей. Остальная же реклама муниципальная только на конкурсе и торгах. И тогда вы сможете законно принимать участие и работать в этом бизнесе. Ежедневная работа продолжается. К слову, ко многим нарушителям закона о рекламе реальный миллионный штраф уже пришел. Галина Моисеева, Ингагабеши, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Палаточный лагерь под метеорным дождем разобьют в горах Сочи. Необычный фестиваль пройдет на курорте Роза Хутор в ночь с 12 на 13 августа. В это время все желающие загадать множество желаний смогут увидеть самый яркий метеорный дождь лета – поток Персеиды. Падающие звезды, розчерки Персеиды будут видны раз в 2-3 минуты. Поток очень активный и красивый. На высоте 1600 метров будет разбит палаточный лагерь. В нем можно не только установить собственную палатку, но и снять уже имеющуюся. В прошлом году участниками звездного фестиваля стали около 200 человек. Помимо палаток на площадке будут установлены телескопы. Горный лагерь откроется в час дня 12 августа. Принимать всех желающих лагерь будет до 20 часов. Позже добраться до него будет невозможно. Фестиваль завершится 13 августа после полудня. Помимо звездопада, гостей горного лагеря ждут мастер-класс по фотографированию звездного неба и специальные занятия, где любители астрономии смогут узнать все о метеорах и метеоритах. Найдется чем заняться и тем, кто не пойдет в горы. Спасатели продемонстрируют сочинским школьникам спецтехнику. В рамках летней кампании площадка нашего двора 10 августа в гости к юным сочинцам с площадки. По улице Рос-82 приедут сотрудники МЧС. Они покажут аварийно-спасательную технику и расскажут ребятам о специфике своей работы. Всех юных сочинцев и их родителей приглашают присоединиться к мероприятию. Вход со стороны торгового центра «Белая лебедь». Летом в каждом микрорайоне Сочи в сельских поселениях созданы точки притяжения для детей школьного возраста. В течение всего лета работают 145 дворовых площадок. Благодаря их работе в целом по городу ежедневно более 3000 детей заняты спортом, дворовыми играми и полезным досугом на свежем воздухе. И в завершении информации от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники «Валет Денталь» весь август проходит акция имплантации и протезирования за один день 17 тысяч рублей. Улица Чайковского, 3. Центр доктора Бубновского в Сочи поможет вернуть здоровье позвоночнику и суставам, индивидуальные программы, врачебные контроли и сопровождение специалистами. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.